МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 30-й день месяца нового здоровья на 1524-го лета по одному из древних календарей, по современному 1 декабря 2015 года, вторник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Убивает не рак, а диагноз и лечение от рака». Александр Валентинович Горецкий, главный наш соведущий. Здравия! Здравствуйте! Итак, тема у нас очень серьезная, на мой взгляд, достаточно злободневная на сегодняшний день. И, к сожалению, многие люди с этим явлением встречаются, с этим заболеванием. Поэтому, наверное, многие ждут от этой передачи каких-то реальных советов, может быть, даже подсказок к помощи. Ну, давайте начнем. Итак, здесь у нас много пунктов заявлено. Предоставляю вам микрофон для того, чтобы вы представились нашим радиослушателям, может быть, и себе что-то рассказали и уже начали раскрывать сегодняшнюю тему. Меня зовут Горецкий Александр Валентинович. Я проживаю в Польше, родом я из Белоруссии. Являюсь президентом Европейской академии народной медицины. В Польше у нас здесь находится, можно сказать, крупная клиника народной медицины, о которой мало кто знает. Ну, это как бы тема, можно сказать, другого эфира, можно сказать. На сегодняшний день я бы хотел рассказать о многих моментах, которые люди вроде бы знают, а вроде бы нет, а эти проблемы, они касаются абсолютно всех. Почему? Потому что рак на сегодняшний день – это явление не столько как бы самой болезни проблемы, проблема всего человечества, то есть всех людей, которые находятся близко средств массовой информации, их программируют на то, что есть такая болезнь еще с детства, и то, что она неизлечимая. И это является, я считаю, на сегодняшний день громадной проблемой в том случае, когда что-то случается у больного, можно сказать, какой-то прыщик, он бежит в клинику, и там уже ему ставят какой-то диагноз, похожий ни на то на рак, ни на то на что-то. И вот эта вот программа уже срабатывает о том, что это неизлечимо, паника, депрессия, и там уже в дальнейшем, возможно, будет и рак, если это человек возьмет близко к сердцу, можно сказать, и поверит в это все. Начнем мы, может быть, с того, что все-таки реально провоцирует рак, потому что научных исследований фактически сделано, ну, миллионы, если не больше сказать, потому что каждый профессор, он защищает докторскую, кандидатскую, и что-то вставляет своих пять копеек в науку, и раки тоже. Поэтому столько всего написано, и выбрать что-то толковое, что это все-таки происходит и почему, очень трудно. Поэтому я скажу о тех разработках, которые реально были сделаны в советские времена, что все-таки провоцирует рак и причины вот эти вот основные. Причин вообще я считаю, ну, даже не сотни, а можно сказать тысячи. Это даже нет смысла перечислять, потому что каждая мелочь может влиять в большой степени. Но есть глобальные причины, которые все-таки дают возможность образованию раковых опухолей и многих неизлечимых болезней. В первую очередь это вирусы, бактерии, гельменты, в народе радоглисты или паразиты, и другие, можно сказать, такие проблемы, которые инфекционного характера. Что в этом случае? Это 67% всех раковых заболеваний. В соц. времена еще делали такие исследования и являются причинами вот таких вот явлений, как бы вирусов, бактерий, грибов, листов и всяких таких паразитов, которые могут находиться в организме человека и провоцируют эту болезнь. Это явление является основным в этих 67%. 11% провоцируют развитие раковой опухоли. Это наша окружающая среда. Это вода, воздух, продукты питания и, ну, можно сказать, наш образ жизни. То есть это 11% тоже может иметь влияние. 11% развития раковой опухоли еще дает то, что человек живет среди людей. И люди имеют огромное влияние где-то энергетическое, где-то физическое, где-то эмоциональное. И это иногда тоже влияет настолько, что у человека образуется раковый опухоли. Что это? Это сглаз, порча. Это злой начальник, злые соседи. Проблемы дома, с мужем, с детьми, проблемы с родителями. Ну, это много факторов, которые на многих уровнях могут провоцировать вот эти вот проблемы, в том числе и раковые. Не только раковые, но и другие. Ну, еще остается 11%. Это те причины, которые фактически у любого человека, который не имеет смысла жизни, человек, который не хочет жить и не видит никакой цели, у него образуется, как не только рак, и многие болезни, и в том числе и рак. 11% – это воздействие фактически самой психики человека на то, что у него образуются какие-то болезни, которые фактически доводят до самоуничтожения. Это рак сам по себе – это механизм самоуничтожения человека. То есть получается у нас, сейчас я подведем итог, то есть получается такой мини-иток, получается, что больше всего это все-таки какие-то инородные организмы, которые в нас попадают, или простейшие. Потом дальше это все, что связано с средой обитания, с социумом, и в конце концов с желанием или нежеланием жить. Да, сам человек фактически во многих случаях, ну как бы в 11 случаях, он просто не хочет жить. И чем бы ты его ни лечил, что бы ты ему ни делал, он все равно не выздоровеет, и у него все равно будет рак или другая болезнь. Это дело просто принципа. Человек не может вылечиться от болезни, если он этого не хочет. Вылечить человека может только он сам. Ни один врач, ни я, никто в мире не может вылечить человека, если он этого не хочет. Это может сказать любой врач и любой человек, который сталкивается с этой ситуацией. Когда люди больные, он не хочет ничего делать, не хочет лечиться, но тут никто ему не поможет. Ну в общем, да, как можно вылечить того, кто не хочет лечиться. Ну и остается у нас совсем маленькое количество процентов. Что там у нас? Ну и оставалось еще то, что влияние людей, которые могут тоже энергетически и другими методами влиять, психическими методами тоже влиять на то, что человек в конце концов заболевает такими болезнями, как рак. Но в основном я считаю, что во всех случаях, во всех 100 случаев все равно присутствуют вирусы, бактерии и грибы. Это все равно провоцируется. Может быть, началом начинались какие-то там проблемы духовные, можно сказать, а вот все-таки кончаются все равно вирусы и бактерии. Без этого просто не бывает. Рак сопровождается этим всеми моментами. Можно ли так сказать, что во всех случаях вот эти вот вирусы, грибы, бактерии, гельменты, они являются присутствующим элементом, который можно возбудить, и в этом случае он уже начинает провоцировать онкологию. Да, мы говорили о основных как бы причинах. То есть есть какая-то причина, которая провоцирует остановку иммунитета. Иммунитет не работает, человек находится в какой-то депрессии или же в каком-то психическом состоянии. И тогда организм отключает много функций, в том числе иммунную систему, гормональную систему. И человек заболевает уже просто. У него развиваются вот эти вот вирусы, бактерии, грибы, и организм просто заполоняется вот этими вот вещами. Много людей считают вообще, что и ученых, в том числе и медиков, склоняются о том, что есть грибковые заболевания. Я не буду называть какие, там их много, которые провоцируют очень сильно. Некоторые считают, что это основа всех как бы видов рака. Но я считаю, что это не так. Некоторые считают, что гельменты, то есть глисты, могут провоцировать то же самое. Только они провоцируют, а потом уже всё. Я скажу, что во всех случаях и то, и другое, оно присутствует. Оно не может быть отдельно. И скажу больше, что из моей практики я вижу, что в большой степени иногда воздействие животных тоже даёт негативный момент. Всё-таки есть аллергические реакции на шерсть, на собаку, на котов. Вот эти вот очень много факторов, которые люди не обращают внимания, годами живут, а потихоньку получают, можно сказать, инфекции, которые передаются от животных. И они такой решающий фактор тоже дают. И когда людям советуешь избавиться от животных, а тем более человек даже не понимает, что животные тоже болеют, и они не передают свои же болезни, болезни животных, они связаны, можно сказать, так же энергетически, как у человека, они точно такие же. Животных лечат тем же лекарствами, как и у людей. Поэтому все те же болезни, они фактически присутствуют у больных животных, которые эти болезни же передаются потом людям. Люди не обращают на это внимания, лелеют своих больных животных, от которых получают потом те же самые проблемы. То есть животные в данном случае выступают как инкубаторы болезни, и когда болезнь уже очень активно у них развелась, то в этом случае они начинают заражать всех домашних. Это вообще ко всем домашним животным относится, или есть какие-то исключения, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что рыбы как раз-таки это самый оптимальный вариант, все, что идет контактно. То есть кошечки, собачки, хомячки, крысята и так далее, все это. Важно, они там шерсть или бесшерсть, они все равно будут давать проблемы. Даже ученые считают, что на расстоянии 5 метров собака, можно сказать, воздушно-капельным путем может передавать много видов инфекций. Поэтому то, что они находятся уже в доме или даже где-то на улице, это контакты, можно сказать, прямые или даже косвенные, они могут приводить к таким болезням. У меня были случаи, когда я вот реально объяснял людям, что вот это вот нужно избавиться, и не верили, не верили, но когда все-таки, можно сказать, избавились от животных или передали кому-то, или что, даже на время увидели большую разницу и смогли в дальнейшем вылечиться. А так вылечиться фактически нет шансов. Просто люди не понимают о том, что нужно исключать все причины, а причина иногда даже вот в таких вот мелочах, которые люди не замечают. Хорошо. По возникновению рака мы поговорили, или еще что-то можно добавить здесь? Если вопросов нет, то можем. Хорошо. Я прошу всех наших радиослушателей, если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. Для этого вам необходимо просто войти в чат нашего радио славомир.org или набрать в любом поисковике Народное славянское радио. Дальше слово чат. Зарегистрируйтесь, если еще не зарегистрируйтесь с латинскими буквочками. Придумывайте себе логин, пароль. Это один раз делается, и дальше пользуйтесь этим. И задаете вопросы сюда, и мы на эти вопросы отвечаем. Ищем правильные ответы, может быть, рекомендации какие-то. Если появятся вопросы, я буду задавать. Хорошо. Дальше что? Ну, я считаю, что вообще самой главной проблемой, вот мы сейчас сказали, можно сказать, причины, которые провоцируют, но изначально есть проблема у человека, заложенная уже в мозг с самого детства. Люди слышали о том, что есть такая болезнь, рак с детства еще. То, что кто-то сосед умер, кто-то отец, внук, вернее, там дедушка, бабушка, прабабушка, и слышали слово раки, что от него умерли, и знают в течение каждого дня фактически, где-то кто-то умирает, где-то кто-то не может вылечиться. И вот эта вот система неизлечимости, она закладывается. Это программа. Программа точно так же, как компьютер. Он по-другому работать не может. Мозг человека, он работает на сознательном и на подсознательном уровне. То есть то, что мы хотим делать днем, мы сознательно можем что-то и делать физически. Но есть наше подсознание, это программы, которые заложены природой или же нами самими, или же внешними факторами. И эти программы, они работают. И программа неизлечимости рака заложена фактически у всех европейцев очень сильно. И я скажу, что является основным таким фактором неизлечимости. Если не перепрограммировать свое подсознание о том, что это возможно, то лечить рак как таковой, я думаю, что нет шанса. Потому что невозможно компьютеру задать команду лечиться, если в нем заложена сама неизлечимость. Есть система самоуничтожения, и организм не выделит ни одной калории на ту работу, которую заведомо уже мозг и целый организм понимают, что это бесполезно. Человек может пытаться думать о том, что он вылечится, но страх и программа неизлечимости, он сидит в нем, и это никогда в жизни не даст ему вылечиться. Поэтому нужно просто знать, что все в жизни излечимо, нужно всю эту информацию отсеивать, и никогда не думать о том, что вы когда-то заболеете каким-то раком, независимо от того, что кто бы не болел в семье, чуть ли не пускай все болеют, а вы будете здоровыми. И это вам спасет когда-то жизнь. Если вы возьмете эту информацию как должное, или будете думать о том, что это реально, что вы тоже умрете от рака, как умерли кто-то из ваших близких или что, то это будет просто неизбежно, и вылечить вас, я скажу, что будет просто невозможно. Я сравню эту ситуацию, вот это программирование, которое дается. Были исследования еще, можно сказать, 500 лет назад, и, можно сказать, каждого поколения это подтверждалось, когда преступникам давали стакан чистой воды, ставили часы, и говорили, через полчаса ты умрешь, вместо расстрела просто даем тебе яд, и человек минуту в минуту умирал, хотя ему давали просто простую чистую воду. И точно так же срабатывает механизм самоуничтожения, когда человеку говорят, что он болен раком, то это уже включается механизм самоуничтожения, и обратного пути иногда просто нет, не может даже существовать теоретически. То есть здесь срабатывает обратный механизм плацебо. Человеку говорят, что вот это яд, если плацебо, говорят, это лекарство, принимаешь и выздоравливаешь, то здесь это яд, ты умираешь. То же самое, тебе говорят, что никуда не денешься, от рака помрешь. Человек все, лапки склеивает, ласты и умирает. Когда просто говорят о том, что ты умрешь, это одно, а когда говорят об этом, например, лет 70, о том, что от рака умирают, 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 никто не спасся, и родственники умерли. И тут ему говорят о том, что у него там рак или нет, но сам понимаешь, что тут уже просто организм сдается, он все говорит, все бесполезно. Мы получили то, что должно было быть. И организм не даст ни одной калории для того, чтобы бороться с этой болезнью, потому что он знает, что это бесполезно. Понятно. Вот я сейчас смотрю по чату, пробегаюсь, здесь уже появляется переписка. Один из наших слушателей пишет, что мама умерла в 49 лет от рака, хотя она никогда не курила, не пила и вообще редко болела. И вот в связи с этим возникает вопрос, только ли программа воздействует на человека? Может быть, есть какая-то генетическая особенность у людей современных? Я скажу, что по генетике я из практики моей, у меня интересная практика, потому что я лечу генетические болезни. Кроме меня мало вообще в мире кто этим занимается. Так вот, генетики в раке я не вижу вообще. Но наследственность я могу рассмотреть только под одним ракурсом. Это не наследственность генетическая, а наследственность передачи инфекций от родителей, можно сказать, с детям. То есть весь набор инфекций, которые могут спровоцировать рак, они передаются от родителей к ребенку. Как это происходит? Это элементарно. Это зубные щетки, дверные ручки, это посуда, это ванны, которые никто не дезинфицирует. Это все средства, компьютеры, ну, все, что в квартире находится. Я считаю, что если один человек заболел вообще чем-то серьезным, то абсолютно всех нужно лечить, независимо от того, он болен или нет. То есть профилактику нужно устраивать всем членам семьи. И тогда только есть возможность не получить никаких болезней в дальнейшем, наследственных, которые говорят. Наследство – это, еще наследство того, что человек получает, не видя этого. Я вижу, что если у человека волосы такого же цвета, если нос, там, губы, зубы, цвет лица черный или белый, я понимаю, это вот наследственность. А все остальное, то, что приобретается в жизни, то есть если человек родился здоровым, и когда-то он заболел чем-то, я никогда не поверю, что это могла быть какая-то наследственность. наследственность, когда человек уже родился с теми проблемами, которые есть. Понятно. Значит, получается, что до поры до времени нам говорили, что рак – это не заразное заболевание, а вы утверждаете, что все-таки это передается по наследству именно в виде передачи бактерий, гельментов, грибков и всего остального. То есть не генетическая наследственность, а именно… Что интересно, когда вы откроете многие инструкции по борьбе с гельментами, таблетки, они… у них написано, что нужно использовать при лечении, можно сказать, всем членам семьи. Но при лечении инфекционных заболеваний, любых инфекционных, включая тот же гриб банальный, можно сказать, у кого-то и не банальный, никто не пишет о том, что должны лечиться все. Но хотя все, потом заболеют. Понимаете? Если лечить, я считаю, что нужно лечиться именно всем. И вообще вот у нас принцип в Академии, почему у нас удается лечить тяжелые болезни, это принцип не лечения вообще болезни. Вот мы как бы лечим рак. Но я не могу сказать, что мы его лечим конкретно. Мы ни одну болезнь практически не лечим. Мы восстанавливаем все функции организма и устраняем все причины. и вирусы, и бактерии, и грибы, и грибки. Ну, море всего, что только может провоцировать. Мы восстанавливаем иммунитет, мы восстанавливаем кровообращение, мы очистку организма делаем. Вообще не лечим тот орган, который болит. это анонсус. Мы фактически единственная клиника, которая занимается вот такими вещами, когда комплексный подход восстановления организма. Поэтому если заниматься реально профилактикой, например, или лечением, никогда не думайте, что вы лечите болезнь, и это выдаст эффект. Нужно лечить все причины и устранять все возможные, теоретически возможные, все причины, которые только могут провоцировать это заболевание. Все, что я вам перечислил первоначально, это все возможные причины. Вот их все нужно устранять. Ну, и не забывайте очистку делать организма, потому что цветы на камнях не растут. Так и здесь. То есть если не очистите печень, если не очистите почки, если не очистите кишечник, кровеносную систему, ну, много всего, что нужно очистить, вот это все нужно сделать. Поэтому если вы это не сделаете, ну, я думаю, что лечить вообще что-то, включая рак, нет никакого смысла, потому что организм не способен устранить те проблемы, если он зашлакованный, или в нем что-то находятся, какие-то малейшие проблемы. Проблема еще состоит в том, что, например, те же самые элементы вот животным ветеринар выписывает каждые полгода, невзирая на то, что они там, анализы им делаешь или не делаешь, разницы нету. Просто выписывает их все, потому что они имеют контакт, например, с улицей и есть теоретическая возможность. А что происходит, например, в Европе, это катастрофа, потому что выписать больному каким-то заболеванием, а у него 100% глисты, по всем народным, можно сказать, приметам, так вот, даже нет возможности и никаких шансов. То есть врач должен выписать лекарство только в том случае, если есть показания. Самка, например, какого-то элемента, откладывает яйца, пускай там 200 тысяч яиц, но она откладывает в один день в месяц и определить их можно только по этим яицам. Шансов найти, сдать анализы и определить, я фактически считаю, что это нулево. А получить лекарства другими методами в Европе просто невозможно. В аптеку не зайдешь и ни за какие деньги там не купишь. Это в России еще есть возможность. Радуйте, что можно хоть глисты травить, в аптеку зайти и купить лекарства. А народные средства разве не помогают избавиться от глистов? Почему, наверное, надо в аптеку бежать? Ну, я считаю, что на сегодняшний день глисты, как и те вирусы, которые там сейчас ученые размножают и делают их постоянно, чтобы они мутировали, так и глисты приспосабливаются ко всему, что только можно. Они уже приспособились к тем ядам, которые человек каждый день получает в пищи, к тем консервантам, которые получают. Поэтому тут трудно их вытравить просто даже народными средствами. Хотя есть неплохое средство. Это точно тот же самый пижма, например, гвоздика и многие-многие другие методы, которые могут лечить. Но я считаю, это дополнительные средства, потому что все-таки лекарства все с времена и сейчас они были опробованы и с очень высокой эффективностью. У меня много пациентов приезжает, и я у всех спрашиваю, вы травили, например, элементу или нет. Они вода травили. Но если вы слышали все те экзотические методы, которыми они травили, это надо в книгу рекордов Гиннеса, наверное, вписать, что они только с собой не вытворали и что они с собой не делали. Но эффективность нулевая, потому что эти методы, например, как там ионизированной какой-то водой или же даже у меня слов нету там просто соками травить листов бурачным соком, это свекольным соком. Это абсурд говорит о том, что они от этого умрут. Я думаю, что они там еще балдеть будут и размножаться. Поэтому много чего используют, не зная о том, что это абсолютно не помогает и лучше все-таки использовать в первую очередь медикаменты. Они, кстати, не такие уже и вредные, как они говорят. Так что нужно все травы уже как дополнение сделать. То есть, получается, мы можем так пошутить очень нехорошо, но все-таки шутка, что при вскрытии обнаружил, что пациент умер не от глистов, а от того, что лечился от них, да? Чем себя только не лечат. Да, это действительно, ну, есть методы, которые люди, я говорю, у меня просто шок от того, что и они на полном серьезе говорят, что мы лечили вот этим. Мне смешно, а они-то, ну, есть внушения, которые людям, люди цепляются за ниточку и верят многим вещам, когда, конечно, касается их здоровья, образование в медицине самих наших граждан, и оно очень слабенькое, и только когда человека припекло, тогда он начинает что-то искать и натыкается на такие блюдовые идеи, что просто нет слов. Хорошо. Так, можно переходить к первой музыкальной паузе, уже 30 минут у нас прошло, и дальше будем раскрывать тему, которая сегодня заявлена в эфире. В день листопада пройдусь по саду, хочется землю обнять. Птичьи стаи на юг улетают, чтобы вернуться опять. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. 30-й день месяца новых даров 7500 24-го лета пятница по одному из древних календарей а по-современному вернее сказать по одному из современных 1 декабря 2015-го года вторник убивает не рак а диагноз и лечение от рака такова тема сегодняшнего эфира главный сведущий Александр Валентинович Горецкий и мы продолжаем тему разбирать в первой части мы поняли причины возникновения рака онкологии и теперь бы нам как-то добраться уже наверное надо к тому что же делать человеку который был осчастлив в кавычках врачом вот таким диагнозом что делать я думаю что в первую очередь ко всей ситуации нужно подходить спокойно это однозначно не нужно паниковать и трезво просто посмотреть на то что случилось и во-первых не лечить еще этот рак и не пугаться ему а нужно его все-таки исследовать до конца по моим данным от 80 до 90 процентов это с этим соглашаются многие ученые и медики сами по себе запомните цифру 80-90 процентов диагноза устанавливается неправильно заведомо или умышленно или по безламерности а может быть даже есть сейчас много методик определения заболеваний которые я например считаю там есть очень серьезные заболевания неизлечимые которые ставят диагноз смертельный они ставят изначально по методике определения ложной она не может являться вообще основной и можно сказать ее заключение этой методики дает человеку смертельный диагноз поэтому есть ошибка врача которая может привести к смерти не от того что человек реально болен а из-за того что ему поставили диагноз а потом уже просто срабатывает механизм самоуничтожения паника стресс это мгновенно провоцирует тормозжение иммунной системы гормональной системы и все функции в организме останавливаются и развитие всех вирусов бактерий о том я еще говорил что они потом присутствуют они потом развиваются хаотически безнаказанно и никто за этим уже в организме не смотрит поэтому нужно ко всему относиться без паники спокойно вообще люди изначально запрограммированы на то что он не вылечится и если он берет в голову о том что он болен то это излечено что почему люди ошибаются и почему многие воспринимают например раковую опухоль как рак человеку ставят диагноз опухоль да это не как бы сказать не новость кто старшего поколения они помнят то что люди раньше с такими шишками на голове на руках на ногах на теле на шее то что видно было очень много таких людей было и эти люди жили до старости эти опухоли конечно им мешали физически то есть ну выступает ну мешает ну с этим можно было жить что же сейчас у человека нашли прыщик раздувают проблему о том что это опухоль ну и на руку понятно что это опухоль но ему говорят что возможно это злокачественное а когда его уже пугают она превращается просто злокачественное поэтому мой совет спокойно относиться ко всем опухолями которые могут у вас определить или другие раковые заболевания рак это не только относится еще например там рак крови хотя я считаю что рак крови это не рак потому что опухоли это нету но тоже называют раком поэтому многие болезни которые неизлечимы не надо принимать к сердцу если вы хотите вылечиться то вы вылечитесь если вы захотите найти метод то вы его найдете понимаете не случится ли так что какой-нибудь придет пациент уже с третьей стадии к врачу и онколог скажет ну что ж ты батенька ждал-то что ж ты вот мы же тебя предупреждали о том что у тебя опухоль он скажет я вот услышал Александра Валентиновича и он сказал не надо паниковать не надо лечиться ходить и не пошел теперь вот у меня уже метастазы во все места пруд я вам приведу пример у меня есть пациент который живет уже 3 года с раком поджелудочной железы с раком поджелудочной железы мы периодически его подлечиваем он это опухоль то уменьшится немножко то чуть-чуть увеличится там периодически побаливают у него там 12-перст это воспаление там желудком проблемы там с кишечником по крайней мере периодически многие такие проблемы у него возникают но он нормально живет он знает что на операцию не пойдет он знает что он будет жить и не берет в голову что там есть какой-то рак хотя иногда его пугают его же родственники потом в медицине работает дочка там и все остальные и начинают ему пичкать все методы которые возможно ему бы может быть и не помешали но в том виде в котором они дают его мне приходится после этих методов его реанимировать понимаете не болезнь его убивает а те методы которые лечат очень хороший метод есть лечение раковые опухоли и вообще от грибковых заболеваний это сода сода фактически губительно влияет на многие вирусы бактерии даже и грибы такие вот но ее использование нужно настолько изучить досконально чтобы не навредить себе это целая наука а людям сказали пей соду и все больше ничего он просто тупо пьет это приводит к тому что изменяется кислотно-щелочной баланс от которого человек просто может умереть не от рака а от изменения кислотно-щелочного баланса в организме и второй смертельный фактор это отсутствие полное отсутствие микрофлоры то есть сода убивает всю микрофлору все вирусы все бактерии все грибы которые находятся в кишечнике а их там 2 килограмма должно быть и что получается человек фактически по советам использует метод вроде бы нормальный но его же надо использовать грамотно поэтому если человек не подходит к лечению соответственно то тот же самый пациент у меня тоже чуть не как сказать звонит что не может даже выйти из туалета помоги посоветуй что делать напился соды 2 месяца квадрат и допился это же в каких количествах он ее пил ну вот в таких количествах и пил я ему сказал по пачке по пачке в день ну не знаю по сколько он там пил но еще второй фактор опять же другой метод голодовка вот он совместил соду с голодовкой и доголдался ну это это просто финиш я говорю люди как делаем я ему сказал в больницу он пришел в больницу ему сказали в хоспис все уже тут больше тебе никто не поможет но можете представить что он не мог уже двигаться фактически когда его напугали хосписом он сел на машину без остановки проехав 600 километров ко мне за рулем и что ему сделали ну второй интересный фактор я его можно сказать реанимировал очень быстро соком из огурцов с квашеных огурцов то есть я ему дал кислую флору которая немножко нейтрализовала щелочь и у него он просто оживл то есть у него уже было там излишнее защелачивание да пришлось закислять организм там не было шансов на жизнь просто защелоченный было настолько что клетки же они моментально умирают когда щелочь или нет кислоты или нет щелочи человек просто умирает поэтому реанимировали как бы быстро пошел на поправку но опять же показал человеку насколько люди относятся безответственные безалаберные к организму показал что можно можно сказать таким вот кислыми продуктами капустой огурцами квашенными кислыми консервированными немножко пополнять свой кислотно-щелочной баланс регулировать но через пару месяцев звонит опять спаси посоветую что сделать напился кислоты концентрированной это маньяк какой-то а не пациент ему мало показалось того что он пьет там какой-то сок с огурцем или огурцы если захотелось ему еще больше то есть он или в одну сторону или в другую сторону да если уж нет мороженых ушей их-то паяльной лампой себе отожгу есть еще книжки ты понимаешь люди читают их принимают как за монету тот же самый есть такой болото он как бы написывает пить царскую водку которая растворяет можно сказать и золото и железо а тут принимать ее каждый день вовнутрь но опять же растворить желудок и кишечник а потом есть много методик таких как например в Европе очень часто используют лимон едят каждый день увеличивают дозу по лимону и так вот до 20 до 30 лимонов в день некоторые съедают но я видел таких людей кишечник уже просто как туалетная бумага там ничего нету все растворилось очень милый рецептик скажем так очень милый а люди за чистую монету принимают я просто в шоке я только от одной мысли что вот это теоретически даже невозможно а люди это употребляют понимаешь люди хватаются на всякие такие вот сломинки да с другой стороны растворил желудок нет желудка но и онкология желудка тоже не может быть тоже как вариант вполне подходит еще один экзотический метод могу рассказать который используют вот в Польше например один умный умник написал видно производитель кофе ему подсказал чтобы кофе продавать те которые не пьют но чтобы они используют клизмы делают из кофе да слышали такой да вариант даже глисты очень хорошо травятся глисты травятся в клизме но я я представляю что там творится в организме это полный фиг ну что сделаешь если люди не понимают то что делают и поддаются на такие вот всякие книжки или инструкции которые кто-то безграмотно написал а они пользуются ну и что где-то даже срабатывает плацебо я скажу если не было серьезного заболевания то может быть даже кто-то и вылечился от чего-то этим методом но сами подумайте что я думаю что в 90% случаев это страшно просто подумать то что люди делают ну хорошо куда же все-таки бедному крестьянину податься подведем к этому и это и это и это страшно делать а как быть то просто что вообще не обращать внимания ни на что и жить как жил раньше или что-то надо менять в жизни ну я вам скажу так первое нужно просто ко всему отнестись спокойно почему люди в большинстве случаев немножко болеют даже питерские ученые чтобы вы знали они доказали опытным путем что фактически вот эпидемии гриппа весенние и осенние вы знаете из-за чего они происходят здесь много факторов один из них то что вам сказали вы будете болеть вы болеете там нет никакой вирусной основы вы можете представить те вирусы и бактерии которые есть в организме они просто развиваются провоцируют болезнь из-за того что человек ее ждет он ждет весной и осенью что он заболеет и он болеет и все и больше ничего ну или может быть да или может быть поставили прививку где живые вирусы есть и вам еще подарили вдобавок то чего у вас не было теперь вы еще теперь еще ждете а у вас еще и есть это пожалуйста болеете поэтому человек ждет и он болеет надо ко всему отнестись уже спокойно никогда не программировать на себя что это будет у меня много знакомых которые говорят я все равно умру от рака ну и что ты им сделаешь он умрет и никто им не поможет понимаете и таких он которые груди отрезают себе ну вы же поймите если человек боится что он умрет ну ладно грудь отрезал да он не умрет от рака груди потому что груди уже нет но все равно умрет от рака потому что страх сидит у него до последней клеточки если человек уже отрезал грудь ну это уже предел понимаете это предел того что в человеке сидит программа смерти а страх страх смерти это самый сильный страх а есть такая система материализации желаний что вы знали при которой фактически человек может материализовать любое свое желание но он не может материализовать желание если есть страх какой-то страхи материализуются в первую очередь а потом уже только желание поэтому когда человек боится что он чем-то заболеет это уже шансово вылечиться фактически ну мало понятно ну давайте пройдемся мы еще по тем пунктам которые заявлены что нужно еще сделать если нужно до конца сказать нужно спокойно уравновешенно с разумом с рассудком дальше устранять все возможные теоретические даже не подтвержденные но потихоньку причины и нормальными проверенными методами которые реально могут человеку помочь в любом случае надо делать очистку организма в любом случае нужно устранить вирусы бактерии грибы надо поменять возможно образ жизни нужно возможно избавиться каких-то животных если у вас есть болезнь надо сделать какой-то выбор или животные или ваша болезнь здесь много факторов нужно осуществить много проблем нужно устранить которые потихоньку но с рассудками если человек паникует боится то тут уже трудно будет чем-то помочь вот такая вот моя рекомендация можно сказать ну пройдемся по тем пунктам которые заявлены чтобы все-таки посидеть а то время идет еще 7 минут до музыкальной паузы так по поводу многих методик понятно вот обман по поводу сахара и соли что имеется ввиду здесь обман по поводу сахара и соли ну вот смотрите что такое сахар многих людей ну в основном из-за того что излишний вес запрограммировали а этой же программой добивают всех остальных что сахар вредит и все сладкоежки фактически они под страхом смерти употребляют этот сахар а некоторые просто его перестанут сахар это я не имею ввиду только сахар это и фруктоза и все виды люди просто начинают исключать а как организм может жить без питания то есть если батарейка дюресел все знают что ее не поставил и не поедешь то как можно человеку без питания жить ограничивают питание а питание это фактически глюкоза человек может питаться чем угодно но фактически энергию вырабатывает и дает только глюкоза или фруктоза которая перерабатывается все равно так вот если мы не будем употреблять сладкое а миф того что рак именно мы сегодня речь о раке питается сахаром или сладким то вы можете представить что человека обретают на смерть из из-за только одной причины что он от бессилия не сможет никогда вылечиться то есть глюкозой питаются все клетки в организме в том числе и раковые поэтому если человек ограничивает сладости да может быть в какой-то степени он может ну ограничить развитие опухоли но он в то же время сто процентов ограничит развитие всех клеток в организме поэтому задумайтесь над этим нужно немножко другие методы использовать а вот ограничение сладкого я бы воздержался так ну хорошо ведь есть люди которые ограничения понимают по-разному для него ограничения это не положить еще одну ложечку десятую чашечку чая а есть люди которые вообще себя ограничивают например на день полностью или там на месяц вообще сладкого ничего идет в магазин смотрит на конфеты какие-то облизывается слюни текут но мимо проходит покупает какой-то продукт смотрит а если там сахар или нет там сахара и так далее то есть что имеется ввиду не ограничивать себя засыпать 10 ложек сахара в чай в 100 грамм на прочай и можно пить или все-таки какие-то ограничения есть я ну вообще вот у меня принцип такой для тех больных которые ко мне приезжают я даю свои рекомендации вот например что вот это полезно вот это как бы сахар соль это нужно просто организму и каждому человеку рекомендую одну диету которая называется никакой диеты то есть человек вы даже не представляете какой механизм имеет он своим обонянием может определить все весь химический состав того продукта который находится перед ним когда вы приходите в магазин вы что думаете из 20 сортов яблока вы выбираете один это из-за его просто красивого цвета нет здесь срабатывает механизм исследования самого химического состава вы по запаху по зрениям определяете то что вам нужно более подходящее скажем так более подходящее не просто более подходящее а именно то что вам нужно и вот эти ограничения они только вредят человек должен питаться тем что он хочет он не должен себя ни в чем ограничивать того что ему хочется если он хочет яблоко значит он должен его купить если он хочется какой-то пирожок он должен его купить его этого не хватает его организм требует. Кому-то нужно и три ложки, если он к этому привык, если организм требует, он должен это сделать. Если он этого не съест, он будет неживой. Это так реально есть. Понимаете? Человек, который употребляет много сахара, ты его ограничил, он не будет работать. Понятно. Но есть люди, которые уже еле-еле в дверь проходят и себя ни в чем ограничивать не хотят. Здесь как быть? У них уже одышка там и так далее. Это вопрос его жизни. То есть здесь в роли вопроса не в ограничении. Есть люди, которые едят ведрами тот же сахар и они не могут даже ни на килограмм поправиться. А есть люди, которые вообще не могут можно сказать себя ограничить во всем, а все полнеет и полнеет. Здесь же нарушение обмена веществ это основная проблема. А не в том, что он что-то употребляет. Мы должны употреблять все ровно столько, сколько нам нужно теоретически, но если мы употребляем больше или организм работает нормально, то он все это удалит. И чтобы мы не ели, не вопрос в том, что мы едим, а вопрос в том, что усваивается у нас. То есть мы можем есть много продуктов, даже полезных, а усваиваемости нет. А почему нет усваивости? Опять, очень много всяких инфекций, которые поражают какие-то внутренние наши органы и они не дают возможности для того, чтобы усваивать. Вы посмотрите вообще в принципе, это очень интересная тема, на сам кишечник. Вот вы даже представьте, кишечник сам по себе, это же как труба, как плотная, изолированная, вы понимаете? Но через нее проходят элементы. Можно сказать, в течение двух часов, трех организм переваривает и усваивает пищу. Вы можете это представить? Через плотный кишечник, который очень плотный, всасывание идет. Это же а как это происходит? И что происходит? Потом идет очистка всего, что человек съел, оно поступило в кровь, потом печень очищает. Это нейтрализует что-то, а что-то что-то превращает. Поэтому здесь такой механизм, не вопрос в том, что нам есть, можно или не можно. Вопрос в том, что надо восстановить функции, которые дают возможность уходить эту и удалить то, что нам не нужно. Это целая система, целая, можно сказать, компьютерная программа с целым механизмом. Ни один завод этого не может сделать. То, что делает организм внутри себя в процессе даже человека. Понятно. Ну что, давайте еще на одну музыкальную паузу прервемся, потому что здесь надо как-то нам сначала быстренько пройтись по всем заявленным подпунктам, а потом уже переходим к вопросам от наших радиослушателей. Я смотрю, тут чат нас активируется, и народ начинает между собой уже общаться и задает какие-то вопросы. Так, ну что, ставлю музыкальную паузу и дальше продолжаем общаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. 30-й день месяца новых дорог, 7524 лета, пятница, по одному из древних календарей, а по одному из современных, 1 декабря 2015 года, вторник. Убивает не рак, а диагноз и лечение от рака. Такова тема сегодняшнего живого эфира. Главный сведущий Александр Валентинович Горецкий. В чате идет активное обсуждение. Кстати, всем радиослушателям, кто еще не в чате, предлагаю присоединиться. Напомню, что это не так сложно. Один раз зарегистрировались в латинице и придумали все логин и пароль, и после этого, главное, чтобы не забыть, вы уже можете входить в чат, общаться между своими друзьями и задавать вопрос в чат. Единственное, что не приветствуется в чате, это какие-то глупые повороты в не ту сторону, уход от темы, пустая болтовня и так далее и тому подобное. За это администратора сразу банят и выбрасывают, потому что вы, когда мешаете другим, то в этом случае проявляйте неуважение к своим сотоварищам. Поэтому просто тогда слушайте. Так, вопросы идут, но пока мы сейчас еще пробежимся по все-таки заявленным темам, а потом уже будем отвечать на вопросы. Итак, следующая тема у нас такая интересная, в Китае, Японии. Что? Давайте, давайте, мы не договорились про сахар. А, ну, если да, еще что-то осталось, давайте по сахару, да. Да, давайте еще про те темы, которые не раскрыты, хотя бы в такой степени, которые нужны. Есть, опять же, такая поговорка, которая билась в голову людям о том, что соль – это белая смерть. В основном 95 больных с одним из основных, можно сказать, с одной из основных причин, является отсутствием соль в организме. Соль – это проводник. Это то самое, что вы сейчас хотите отключить свет, а не в мерных или реминирующихся. Это обстачивание организма. Если фактически проводим очень сильно падает, и нервная система не работает, а плазма крови, то есть основа крови, это на 95% как морская вода. А морская вода – немножко там дрых. Основное – это соль. Так вот, если вы свою плазму крови, которая должна иметь, и организм, в котором мы должны участвовать, можно сказать, соль, вы не даете, то организм потихоньку-потихоньку начинает тормозить. Даже такие интересные моменты. Люди болеют, например, на сердце, говорят, не надо соль. Я считаю, обратно. И если люди болеют, болезнь связанная с почками, то говорят, нет, надо ограничить на 100% не получать соль, не есть. Кто полный, это вообще надо исключить, потому что соль помогает усваиваться жиру, воде, и человек еще больше полнеет. Я скажу, что это полный бред. Например, те же почки, они осуществляют химическую реакцию по выведению мочи. Так вот, почки и надпочечники, они просто не работают без соль. Это урокаппетентно. Поэтому, если вы ограничиваете, то считайте, что проблемы, связанные с мочеполовой системой, они присутствуют. Человек только это видит или нет? Это только фактор. Далее. Нервная система без соли просто не работает. Я это уже объяснил. А вообще, я скажу, что большинство людей, которые приходят ко мне, они не пьют, не курят и не употребляют соль. Это вот основная проблема. Почему? Потому что, я вам сейчас объясню, популярно. Соль – это очень сильный консервант. Вы видели, чтобы на соленой таранине, на рыбе, например, были какие-то мушки, плесень? Я не видел, например. Соленое сало может лежать в холодильнике, без холодильника, годами. Оно не портится. Поэтому вы сами себе создаете проблемы, не употребляя соль. Соль – это консервант. Консервант – это средство, которое убивает вирусы, бактерии, грибы. Вот этот механизм, он должен быть в крови. И кровь должна переносить эту соль и постоянно в каждой клеточке регулировать наши процессы. Поэтому я думаю, думаю, что действительно соль – это белая смерть, если её не есть. Поэтому вот ещё хочу вернуться. Кто не лечит рак, тот живёт намного больше. Если лечить рак по, можно сказать, неофициальным данным, если не лечить, то человек живёт от пяти до восьми лет. Это вот то, что вопрос задавали. А если его лечить, то от пяти до восьми месяцев. Теми механизмами, которые сегодня человек использует для лечения, они больше всего являются проблемой, чем сам рак. То есть те яды, которые человек употребляет, те химиотерапии, радиотерапии, но это ещё мелочи. Это то, что врачи дают. А то, что человек ещё сам использует в процессе лечения, как я вам немножко уже упоминал, даже ещё остановлюсь. У меня была пациентка, которая приехала якобы с опухшей рукой. У меня был рак груди, но там уже рака груди нет, всё нормально. Так вот, когда она приехала, муж и она сели и начали рассказывать, как у них рак груди уже никто не брался оперировать. Но видите ли, они нашли одного целителя, который дал мазь. Они два раза этой мазью помазали, и грудь шестого размера просто сгнила. Они её просто ножом отскребали каждый день, и она до кости отвалилась. Но это мелочи. Когда уже груди не было, болело плечо, потому что оно тоже, видно, было повреждено, они взяли разочек, мазнули и плечо. Поэтому и рука пухла, она просто всё, всё вокруг было мёртвое. Но это же мелочи. Человек лечит рак, он думает, что он использует то, что ему посоветовали. И вот такие вот целители, можно сказать, или я даже не знаю, как их назвать, убийцами, советуют. Говорят, вы возьмите ещё шарики, сделайте с этой мази и выпейте вовнутрь. Я вот этих пациентов спрашиваю, вы руку мазали после того, как увидели, что грудь у вас отвалилась от двух раз помазания? Они говорят, да. Ну и у вас были мозги ещё вовнутрь взять эти шарики с этой мазью, когда видели, что от двух раз просто помазать грудь, её просто не стало. И вы взяли это вовнутрь. Они говорят, ну мы как-то не подумали, как можно спасти человека. Сочувствуем в данном случае. Ну хорошо, давайте дальше, потому что время. Поэтому я просто говорю, что есть методы, которые вроде бы они кто-то советуют, но просто надо с умом подходить. Это просто страшно, когда люди сами себя уничтожают. И это в большинстве случаев, я говорю, не рак убивает, а его лечение химиотерапия, радиотерапия и те средства, которые люди используют. Поэтому и второе в этой же теме, можно сказать, нельзя использовать одновременно вообще никаких многих методик. Я видел людей, которые много, до 10 методик использовали или одновременно, или просто их тупо по очереди. Вот эту неделю использую, там чистотел, вот потом я масло с водкой, вот я потом яды какие-то, вот я потом голодовку и все по парадку. Это когда использовали, ну там уже просто некому было лечить, ничего. Рак маленький, а проблемы создали себе большие. Там у нас была тема по поводу Японии и Китая, почему там лечится рак. Ну вот интересный фактор, что фактически в Китае и в Японии рак считается не неизлечимой болезнью. И вот то, что я начинал с самого начала, то, что человека запрограммировали с детства, что это неизлечимо, это в основном и тоже убивает. В Японии и в Китае рак спокойно лечится на уровне, например, воспаления легких, потому что человек не думает о том, что его не вылечат. Он просто спокойно ему сказали, вот это и лечит. Я считаю вообще вот о том, что рак неизлечим или установка самого диагноза и его, можно сказать, озвучивание самому больному – это преступление. Это смертельный грех просто говорить пациенту о том, что он болен какой-то неизлечимой болезнью. Раньше ни один врач не мог себе этого позволить. Еще каких-то даже, ну, 50-100 лет назад все это было закодировано за пятью печатями, можно сказать. Даже родственникам не говорили о том, что он болен раком кто-то. Понимаете? Ну, болен чем-то, даю какие-то таблетки, ну, пей, советую травки поиспользовать, вот такие-то. Просто хотели помочь. Сейчас идет просто не медицина, а бизнес. И это убивает людей, потому что на человека хотят заработать. А если реально лечить, то нужно подходить совсем по-другому. Надо не говорить о том, что рак, а просто помогать человеку. Просто помогать. Для меня, например, когда приезжают люди, мне вообще не интересует диагноз. Я вам честно признаюсь. Многие отдают сумасшедшие деньги для того, чтобы определить точный диагноз. То есть ему поставили какой-то там диагноз, что-то, он с ним не согласен, как бы, и вот они пытаются его доустановить. Ездят в Израиль, там, Европу, там, в Америку, и вот пытаются всё. А для меня вообще нет значения, какой диагноз. Нужно или восстанавливать организм весь, или нет смысла что-то лечить. А диагноз, он сам по себе, это только название. Вы представьте, сто видов рака. Сто видов рака. Ну, а название одно. Ну, мы поставили рак, а что? Просто надо его лечить. Спокойно, тихо. Такие вот дела. Поэтому не программировать себя на то, что это не излипло и спокойно действовать. Помните о том, что 80% фактических диагнозов, в том числе и рака, это ошибка врача, это ошибка, который может привести к тому, что... Ну, к смертельным последствиям. Да, об этом мы говорили в начале, дальше здесь. Стресс. Стресс – это такая штука интересная. Каждый человек получает этот стресс, даже иногда не замечает. Я иногда привожу такой пример. Вот есть футболисты, так вот, не зря их называют болельщиков. Только одно то, что болельщики – это болельщики. Я не могу по-другому назвать, потому что это действительно люди больные. Они получают стресс от того, что выходят, кричат. И это уже даже человек не замечает, что он находится под стрессом. Это даже такая вот мелочь. А на самом деле это работа, это недостаток финансового, который сейчас. Это курсы валют, которые скажут. Это много-много факторов, которые на сегодняшний день, я даже не могу перечислить, которые влияют. И человек незаметно тормозит все свои процессы, которые есть, с которыми он просто не может выкарабкаться, не повлияв на те стрессовые ситуации, которые у него есть. Вылечить стресс фактически невозможно. Это просто человеку нужно обратить внимание, что у него есть, какие проблемы, и самому устранить их. Это не болезнь. Стресс – это не болезнь. Запомните. Это факторы, которые сам человек создаёт или кто-то создаёт ему. Поэтому надо ко всему относиться спокойно. Есть такая у японцев поговорка, почему нервничаешь, как русский. Так вот, фактически долгожители японцы, не только потому, что у них там что-то в медицине хорошее. А из-за отсутствия стресса. И они живут, можно сказать, не нервничая. Человек родился – ну хорошо. Умер – ну это просто родился. А умер – это надо чистить самому умереть при похоронах. Поэтому нужно все ситуации жизненные проходить спокойно. Чтобы не случилось жизни, вы думаете от того, что вы будете нервничать, что-то изменится, никогда в жизни. Есть около 80 дней, которые происходят независимо от вашего желания. Вы можете упираться, вы можете желать, вы можете хотеть. Но они происходят в то время, когда мы не вами. Понимаете? Поэтому надо просто спокойно ко всему относиться. Ну и следующий вопрос – это не все опухоли являются раками. Вы знаете, что я сейчас с такими моментами приходили буквально чуть ли не с прыщиками на теле и им ставили диагноз рака. Это просто ужасно и просто меня не укладывается в голове. Очень много опухолей определяются как раковые. Это наличие не просто лимфоузла. Расширенные лимфоузлы и уже они дают такую же картину, как будто это рак и не просто рак, а даже метастазы. И медикам трудно оценить, но они сразу же пугают человека и дальше уже процесс необратимости. То есть человек пугается, начинает лечить, лечит не теми методами и умирает не от болезни, а от лечения. Поэтому надо вообще не думать о том, что у вас какая-то опухоль, не думать о том, что рак это или нет, просто думать о том, что сделать, чтобы потихоньку это убрать. Вот и всё. Многие всё-таки думают о том, что провоцирует рак. Например, обратите внимание, если у кого-то есть, например, рак крови, то в древности считали, что рак крови, я считаю, это то же самое, это подтверждено из моего опыта. Рак крови, например, это проблема с листами. Поэтому обратите внимание, я считаю, что независимо от того, что человек имеет контакты какие-то с животными или не с животными, надо раз в полгода травить этих паразитов, всех, которые в нас находятся, независимо от их расы, вы будете здоровыми. У вас не будут образовываться многие болезни. Многие спрашивают, как определить рак и какие симптомы. Самая интересная штука о том, что симптомов у рака очень мало. То есть он образуется в организме человека, не вредя ему, что интересно. Вот он образовался и фактически реагирует, то есть развивается, в тот момент, когда человек начинает его лечить. Он обращает на него внимание, понимаете? И провоцирует своим вниманием особым на то, что его просто провоцирует развиваться. Как это происходит? Я вам обратный процесс расскажу, вы просто поймете. У меня одна знакомая имела проблему на ноге, у нее шишка образовалась, на ноге трудно было ходить. И она так посмотрела на нее, говорит, знаешь что, если через два месяца ты у меня не пропадешь, буду резать тебя. И что вы думаете, через два месяца куда она делась? Даже случайно посмотрела, а ее-то нет. Это та шишка, которая у людей, люди ходят годами. Мозг, наш мозг провоцирует, страх провоцирует то, чего, возможно, у вас может и не быть. Если вы направите свои мысли на то, что это должно исчезнуть, это должно уйти, это должно испариться, оно испарится. Просто так же само испарится, как оно и образовалось. Если человек, его организм способен что-то сделать у себя ненормально, то точно так же эти опухоли он может удалить. Это не я говорю, это жизненный пример. Примеров из лечения от рака просто миллион. И методов лечения тоже миллион. Поэтому, а основное это мозг. Включайте свои мозги и не отключайте их. И будете лечить его, и будете здоровы. И симптомов, как таковых, не надо обращать внимание, даже если он есть. Живите спокойной жизнью и не обращайте на это внимания. Методы лечения рака. Ну, как я и говорил, что многие методы, я сейчас просто перечислю, какие используют. Они, с одной стороны, могут быть и реальны, как плацебо. Может, кому-то помогают, а кому-то и вредят. Например, та же самая сода, что я упоминал, она сама по себе, да, хороший дезинфектирующий раствор. Можно сделать из соды и посмотреть, как он действует на все виды инфекции. Да, но надо употреблять с умом. В Европе сейчас массово, не знаю, как в России, в Европе массово сейчас начали употреблять. Раньше соду употребляли, сейчас витамин С. Дают его в кровь в большой концентрации. И фактически то, что я говорил с содой, такая же картина получается. Повышают кислотность, смертельная доза кислотности получается в организме. Это все-таки кислота. И человек тоже не получает того эффекта лечебного, я считаю. Многие, я знаю, которые просто умерли от этой только методики. Витамин В17 набирает настолько обороты. Вообще витамины группы В я бы не советовал вообще их употреблять. Это витамины, которые спокойно производят свой организм. Даже не он, а те бактерии, которые в нем находятся. То есть устранить этот бактериоз и восстановить микрофлору. Когда у вас будут нормальные бактерии, а больше из них будут дрожжевые бактерии. Это те же самые обычные дрожжи или пивные дрожжи. Они дают весь спектр фактически витамин В. Бактерии, если брать, например, гельменты, то их жизнедеятельность выделяет токсины. И человек может действительно умирать не от самих просто гельментов, а от токсина, от яда. Он просто производит яд. Так вот, бактерии, здоровые бактерии, они дают настолько много витамин, которые нужны человеку, что просто нет смысла какие-то уже витамины дополнительно употреблять. Я называл еще различные клизмы с той же содой. Они умеренная доза помогают. Бред клизмы с кофе, я считаю, что это вообще какой-то бред. И кто его придумал, это только на руку фирмам по производству и продаже кофе. По поводу соков. Есть много методик в Европе тоже, любимые такие, знаешь, лечим рак соками. Ну, я думаю, что это хорошо пить соки, но недостаточно без воздействия на вирусы, бактерии, грибы, без очистки организма. Это просто такая очень слабенькая. Голодовки. Знаю много людей, которые навредили себе голодовками. Если человек хочет восстановить себя и побороть рак, то ему нужно поддерживать свою энергетику, нужно, чтобы его организм работал не на минимум, а на максимум. Голодовка, может быть, иногда и нужна, но кратковременная для того, чтобы где-то, можно сказать, очистить организм от чего-то. Некоторые голодают, не очистив свой организм, например, от тех же листов, но вы поймите, паразиты или не паразиты. Им не важно, вы едите что-то или нет. Если они не получают пищу, то же мясо, которое вы им давали раньше, но они найдут мясо, которое у вас внутри. Вы понимаете? Вы состоите из такого же мяса, которое вы им давали раньше. Поэтому не думайте, что вы от них уйдёте. И болезни тоже сами по себе пропадут. Поэтому все голодовки нужно делать с умом. И только после того, когда вы уже хотя бы очистили организм от паразитов, от вирусов, бактерий, потому что при этом просто нельзя. Что касается ядов. Я бы осторожно отнёсся вообще к употреблению каких-либо ядов, потому что яды, они убивают же не только опухоль. Опухоль убивается, можно сказать, в последнюю очередь. Убивается сразу организм, а потом уже и опухоль. Поэтому, я говорю, это почему-то почти все методы, которые существуют на сегодняшний день, 90%, я считаю, они при неправильном использовании, они больше вредят, чем дают какую-то пользу. Поэтому относитесь к этому с осторожностью. Химиотерапия. Я считаю, вообще химиотерапия была разработана американцами не для того, чтобы лечить людей, а для того, чтобы уменьшить население на планете. Моё такое впечатление. Потому что я с трудом вижу какие-то эффекты от лечения химиотерапии, но видел даже, когда люди вылечились, но когда вникаешь, что они лечили, это действительно те 80% ошибки. То есть человек выжил и вылечился благодаря тому, что это было плацебо, и благодаря тому, что у человека не было рака. И реальной опухоли, а какой-то плищик приняли за опухоль. Поэтому я с трудом верю, что она даёт большой какой-то эффект. Александр Ильич, надо сейчас прерваться ещё на музыкальную паузу. Хорошо? И дальше мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. 30-й день месяца Новых Даров, 7524 лета, пятница, 1 декабря 2015 года, вторник. Первая дата по одному из древних календарей, другая по одному из современных. Тема эфира «Убивает не рак, а диагноз и лечение от рака». Главная с ведущей Александр Валентинович Горецкий. Итак, мы все перечислили моменты, которые влияют на возникновение болезни или ещё что-то у нас осталось? Ну, сейчас я ещё хотел бы продолжить по поводу тех методов, которые люди используют. При лечении рака это были яды, сейчас я хотел бы остановиться на травах. Действительно, лечебные растения дают очень хороший эффект при лечении. И много есть трав, которые, и других растений, которые могут реально влиять на много причин, которые его образуют. И если их грамотно использовать, то можно добиться очень высоких результатов. Я вообще в своей практике использую ну, трав, лечебных растений вообще существует тысячи, я использую около 30 всего лишь. И этот набор, грамотно подобранный, если комбинировать между этими травами, например, с растениями, этими лечебными, то можно добиться просто превосходных результатов. Но это тоже целая наука. Траволечение и вообще медицина – это целая наука. Хоть это многие применяют у себя дома, многие используют те же самые травы простейшие, которые есть у них под рукой. Я думал, что каждый использовал и использует. И это очень хорошо. Надо просто изучать эти вопросы с травами, и это очень замечательно. Есть очень хорошие результаты лечения грибами. Есть такие грибы очень хорошие, как шитаки. Есть гриб веселка. Говорят о том, что это не совсем, можно сказать, доступные, но в то же время можно посмотреть и найти методы, как сделать, чтобы эти растения и грибы приносили пользу в тех рецептурах, которые можно сделать, чтобы они давали максимальный эффект. Скажу вам интересный факт о том, что, например, грибы воздействуют, лечебные грибы, которые растут в природе или же искусственно выращиваются некоторые, они дают намного даже выше эффект, чем любые травы. То есть лечебные грибы, я считаю, они сильнее лечебных трав. Поэтому они неплохо можно комбинировать и использовать. Далее есть лечение стволовыми клетками. Что самое интересное, я такого обмана народа еще не видел, но и на таком уровне, как со стволовыми клетками. Никто, ни одна клиника не показывает, что они добились в этом направлении, но почему-то уже тысячи клиник внедрают эту технологию и дают рекламы и сумасшедшие деньги. И люди платят буквально за один-два дня пребывания в клинике. И что они там им вводят, это с трудом мне верится, что это может дать какой-то эффект. Потому что я вам скажу такую вещь, что все стволовые клетки в организме из научных исследований, они должны пройти программирование в тимостях вилочковой железе. То есть обычная клетка, она не может стать никакой, если она не запрограммирована на то, чем ей быть и кем ей быть. И если ее не запрограммировать, то как раз-таки она может еще больше развивать раковые клетки. Поэтому вот введение стволовых клеток, это, ну я приведу такой пример, как обезьяна с гранатой. Есть очень хорошие методы и действительно есть большая помощь в лечении чистотелом. Это то, что я видел. Есть масло с водкой. Это, я считаю, что очень хорошее средство, которое даже на последней стадии рака легких, я видел людей, которые выкарабкиваются, и в течение месяца у них не было ни единой раковой клетки. Они просто выплевывают свою опухоль. Но для этого еще нужно немножко крепкий организм и поддерживать иммунитет. Не просто так. Это, ну, есть очень сильные эффекты от этих методов. И хотел бы остановиться еще на духовной поддержке. Люди, которые заболевают раком и им устанавливают диагноз, я считаю, что врачи у них просто убивают душу. И для того, чтобы лечить рак, нужно возродить, нужно человека вытащить с той духовной дыры, которую образовали теми программами, которые были уже раньше. Человек запрограммировал. И когда ставят ему диагноз, он просто умирает. Духовно. Эту душу нужно вернуть. Как лечить душу? Лечить душу. Здесь, опять же, есть специальные молитвы, которые нужно использовать для того, чтобы вернуть свою душу, вернуть себя. Нужна вера в Бога, нужна вера в себя. Если вы не верите, если вы верите, что вы убрете от рака, то тут никто не поможет, как это вначале говорит. Поэтому вера должна быть. Вера в себя, вера в то, что вы лечитесь, вера в то, что любая болезнь — это просто мелочи. Только это даёт возможность для того, чтобы восстановить свою душу, а потом уже физическое тело. Я приведу вам моё понятие о том, что такое душа и как она на сегодняшний день, ну, можно сказать, какое влияние оказывает. Моё мнение. А вы можете думать, как хотите, каждый думает по-своему. А я считаю, что телом управляет мозг. То есть вы можете управлять своими руками, ногами и, ну, в принципе, любыми частями тела. Но вашим мозгом управляет душа. И это даже необсуждаемо. Есть методы и исследования, которые проводились во все времена и даже в настоящее время. есть люди, которые умеют и натренированы. И когда у них выходит душа, то фактически тело лежит, оно не имеет никаких жизненных функций. Поэтому, ну, кроме того, что дышит и, можно сказать, организм работает, но он работает неосознанно. Так вот, наше сознание, наше подсознание, оно не может работать без души. Задумайтесь над этим явлением и верните себе душу. И восстановите свою душу. Есть определенные молитвы, которые дают возможность это сделать. И есть проблема в этой духовности о том, что люди не верят в Бога. Я вам скажу так, что не нужно верить в то, чего вы не видели. Вы не видели Бога, вы в Него не верите. Не нужно верить физически в Бога. Он не существует. Бог, Он есть не физически, Он есть духовно. Бог — это как бы по-простому вам объяснить, это как на фабрике руководитель, директор фабрики, так и Бог, Он руководитель ваших душ. То есть Он является фактически руководителем. Но опять же, я не скажу, что все души находятся под влиянием Бога. Многие души находятся под влиянием другой стороны. Есть добро, есть зло, есть Бог, есть дьявол. Поэтому нужно здесь немножко подходить с таким оптимизмом и с реальностью о том, что есть все-таки высшие силы. Если вы не верите в Бога, то вы поверьте хотя бы в то, что есть высшие силы. И если вы заболели, вы физически, я считаю из моего опыта, вы физически, как вылечить физическое тело без помощи своей души, а вылечить свою душу без помощи высших сил, иногда нереально. Поэтому какие силы владеют вашей душой? Какие силы находятся под каким влиянием? Ваша душа находится под какими? Хорошими, злыми. Это уже вопрос другой. Какие воздействия есть посторонние на вашу душу? Есть какие-то, знаете, слово такое порча, есть глаз, есть проклятие. Это все влияние на вашу душу. Это все реально существует. Можно верить, или не верить, но это есть вещи, которые тоже влияют на вашу душу. Не обязательно, что оно есть у вас. И хочу остановиться на том, что многие ищут проблему в глазах, в порчах. Самая большая порча, которая у человека есть, это порча, которую он сам создал в себе. То есть если вы ищете, кто вам сделал порчу, то это порча, которую сделали вам, она несоизмеримо мала по сравнению с тем, что человек сам себе делает. И другим. Все, что человек делает другим, ненавидя их, завидуя, желая им зла, это все возвращается человеку многократно. И вот это является тоже порча. То есть человек сам себе портит жизнь и здоровье тем, что влияет на других негативно. Перестаньте негативно относиться к другим, а только позитивно. Возлюбите ближнего. И любовь того же ближнего вернется к вам и поможет. Полюбите людей. Полюбите их, и они полюбят вас. Пусть вы даже этого не увидите, но душа увидит не вы, а ваша душа. И душа тех, кому ваша душа будет относиться по-другому. Поэтому нужно простить, не держать обиды. Это азы. Многие целители, очень многие целители, когда к ним приходят, они начинают с того, что видят, а не видят какие-то проблемы. Начинают разговор с того, что вот я вот вижу у тебя обиды старые, ты на кого-то обиделся, и вот это ты держишь у себя, и это не дает тебе вылечиться. С одной стороны, это безошибочное, можно сказать, попадание. То есть любой целитель может стать целителем, если будет каждому говорить вот эти вещи. Потому что все имеют какие-то обиды. Вот забудьте про них. Простите. И будете прощены. Те, кого вы простите, они простят вас. И это духовная поддержка. Это очень такие вещи, о которых можно говорить долго, и упорно, но по отношению к физическому телу и лечению физического тела, я считаю, невозможно, пока не поймешь, азы духовности человека. Что такое душа, и как с ней поступать, и что с ней делать, чтобы вернуть ее, и как снять вот эти вот все порчи, проклятия. Многие ходят к гадалкам там, к каким-то целителям, к каким-то шаманам, к магам черным и белым. А я вам скажу, что все это может сделать сам человек. И даже больше вам, когда вы к ним ходили, если кто-то ходил или пойдет, они вам указывают немножко дорогу. И своими руками вы же это все и делаете, только в их присутствии. То есть они говорят, вот прочитай эту молитву, вот прочитай это заклинание, и у вас все это пройдет. Так вот, это все спокойно делается своим человеком, просто надо грамотно найти то, что вам нужно, и все это удастся вам избавиться от тех проблем, которые есть. Поэтому я считаю, лечить, как говорил древний мыслитель, Сократ, лечить зрение, не воздействуя на голову, лечить, невозможно лечить зрение, не воздействуя на голову, лечить голову, не воздействуя на тело, невозможно лечить физическое тело, не воздействуя на душу. Поэтому все настолько взаимосвязано, что это всё нужно делать в комплексе. И иногда есть очень хорошие результаты, когда видишь, что человек верит в Бога, когда вижу, что он открыт и простил, прощает и всё такое дело духовно. Но даже иногда и это же мешает, когда человек запрограммировал себя, о том, что Бог лечит и больше ничего не нужно. То есть он будет читать молитвы и будет здоровым. Так вот, лечение души нужно где-то и молитвой. Лечение физического тела – это надо физическое воздействие. Запомните это навсегда. Любой проблемой нужно заниматься комплексно и лечить душу, и лечить тело. Поэтому Бог никогда не будет заниматься физическими процедурами. Он никогда не выпьет за вас чай, а если выпьет, он будет здоровый, но не вы. Он никогда не будет заниматься физическими упражнениями, если они нужны. Вам это нужно сделать. Я, например, вообще немножко противник даже физиотерапии в той степени, что она нужна в некоторых ситуациях, когда делают упражнения людям, которые ограничены в движениях. Когда он вообще ограничен, то ему нужно улучшать мышцы, кровообращение и всё такое. Но когда человек может двигаться, а ему ещё делают упражнения, то это не даёт большого эффекта. Сам человек должен это всё делать сам. Массажист будет наращивать мышцы и укреплять своё здоровье, а не больной. Если он будет лежать, ему будут руки-ноги дёргать, если он ещё здоров. Более-менее. Поэтому, если подводить итог того, что я сказал, много факторов влияют на рак и много факторов, которые человек сам делает, которые занимаются самолечением, иногда себе вредит. И фактически диагноз является основным убийцем того, что потом человек умирает не от самого рака, а от того диагноза, который есть. И лечение, опять же, посмотрите внимательно, если у кого-то будут проблемы. С рассудком отнеситесь к тем методам, которые вы посчитаете вам подойдут. Вы сами должны это ощутить, вы должны выбрать. Ну а вас к этому методу должна подвести ваша душа. Если она в гармонии с вами, то она подведёт именно к тому методу. Многие из вас захотят задать вопрос, как же всё-таки лечить ту или иную болезнь. Я не буду на эту тему сильно вам рассказывать. Все болезни, они разные. И лечить их нужно по-разному. У каждого человека есть определённый набор грехов, ещё от которого люди должны избавиться или ликвидировать их, или совершать море-море хороших поступков, которые нейтрализуют эти грехи. А потом только лечиться вообще. Потому что лечение грешников, я даже такую статью написал, у меня на сайте есть, лечение грешников фактически невозможно без того, чтобы не устранить те грехи, которые человек совершил, а проблема с грехами может быть легко устранена только добрыми поступками. Другого просто не существует. И иногда больной такой, даже люди богатые, они так думают, ну вот ладно, я вот поверю в Бога, если я вылечусь, я там построю клинику. И там будут лечиться. Скажу, там торговаться с высшими силами нет смысла. И в этой ситуации нужно просто строить клиники, и не тогда, когда заболел, а нужно их строить до того. И совершать добрые поступки, заниматься благотворительностью и помогать людям. Это, я вам скажу, из опыта моего и тех людей, которые ко мне приезжают. Смотришь, если они, приезжают бедные-бедные люди, а приезжают и помогают еще другим бедным, последнее свое отдает. Ну, адресно, можно сказать. Вот хочу еще помочь тому-тому. И возвращается это многократно. И здоровьем, и деньги возвращаются. А люди, которые умирают миллиардерами и завещают свое состояние котам и собакам, ну, сами понимаете. Поэтому нужно думать о своем будущем, о своей душе и о том, чтобы всегда ваша душа и ваше состояние всегда было здоровым. И физическое, и духовное. Ну, а сейчас, может, если что, прервемся на рекламу. Да, давайте. У нас рекламы нет на радио. У нас есть музыкальная пауза. Давайте мы прервемся на музыкальную паузу, а дальше уже будем зачитывать вопросы и отвечать на них. Субтитры создавал DimaTorzok Народная славянская радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 30-й день месяца Новых Даров 7524-го лета Старения Мира Звездным Храмом. Пятница по одному из древних календарей, а по одному из современных 1 декабря 2015 года вторник. Убивает не рак, а диагноз и лечение от рака. Такова тема сегодняшнего эфира. Главный соведущий Александр Валентинович Горецкий. Переходим мы к вопросам от наших радиослушателей. Напомню, что вопросы принимаются из чата. Чат находится на сайте нашего проекта на нашем Народном славянском радио. Если вы еще не зарегистрированы, то наберите в любом поисковике Народное славянское радио. После этого найдите на сайте слово чат, нажмите на него, в латинице придумайте логин-пароль и не забудьте, потому что под этим логином-паролем вы в дальнейшем сможете входить и общаться с вашими друзьями и задавать вопросы в наш живой эфир. Итак, поехали. Будем отвечать на вопросы. Валерий, здравия всем. Вопрос к ведущему. Из ваших слов о животных выходит, что вы тоже программируете слушателей. Это в начале эфира прозвучало. Да, теоретически это тоже. Любое воздействие на наш мозг, любая информация, она фактически является программой. Если она еще многократно входит нам в голову при каких-то разных обстоятельствах, то это сильная программа. Любая информация, которую мы имеем, она откладывается в нейронах головного мозга и выжать ее фактически огнем даже невозможно. Поэтому любая информация это программа фактически. Понятно. Только программа в том, что я вас подсказываю о том, что это не так, ну как бы, чтобы лечить рак, здесь нужно разобраться еще и живым. Хорошо. Дальше, Эдуард. Какой доступный метод терапии и вид терапии можете посоветовать против грибов и в организме? Тут есть, ну, много. способов, в том числе и та же сода, она очень эффективна с умом, если подходить. Есть тот же чистотел, он очень хорошо тоже убивает много видов. Те же самые грибы и лекарственные, они тоже много убивают. Тот же спирт, алкоголь, который мало кто уже употребляет из цивилизованных людей, говорят, что как бы тоже вредит. На самом деле, спирт – это сильнейшее дезинфектирующее средство, которое способно убивать много видов различных инфекций. Потом, я бы остановился, у нас есть время, я бы рассказал об одном уникальном средстве, которое воздействует очень хорошо на... Смотря сколько нужно времени. Если 10 часов, то нету, если несколько минут, то есть. Ну вот, если несколько минут, может быть, попробую сжать до минимума информацию, но довести доступно. Вы все, наверное, видели, я думаю, что слышали и знаете, что такое его принцип действия. Вот человек не задумывается о тех вещах, как это происходит. Фактически задолись, секунды человек, находясь в противогазе, нейтрализует яды, находящиеся в воздухе, включая вирусы, бактерии и страшнейшие смертельные яды, что нейтрализует. Дальше. Мы имеем фильтры воды, в которых есть тоже элементы, которые нейтрализуют мгновенно вирусы, бактерии, фильтры, как и противогазы, они фактически очень длительного действия. Через фильтр пропускается вода с сильнейшими вирусами, бактериями, грибами и выходит чистенькая-чистенькая фактически за доли щекунья. Что же имеют эти фильтры, как вы думаете? Скорее всего, основной элемент это уголь. О! Так вот, когда человек отравился, отравился и с отравлением бегает в туалет, то он употребляет уголь. Съел пачку и в принципе это прекратилось. Правильно или нет? Бывает и так. Но в чем суть? Человек получил смертельную, можно сказать, дозу какого-то вещества, яда или каких-то бактерий. И он нейтрализовал это углем. Так а кто же вам мешает употреблять тот же уголь профилактически? Я считаю, что нет никакого сильнейшего антибиотика соизмеримого с простым активированным углем. Ее просто не существует без противопоказаний, без побочных эффектов. Скажите, когда вы об этом слышали? И от кого? Никогда и не от кого. Антибиотик рекламируют, а простой уголь никому не нужен. Дешевка и все. Так вот, я вам скажу, что активированный уголь это средство против вирусов, бактерий, грибов номер один. Опять же, повторяю, подходить надо с умом. Если употреблять без ума, то вы сделаете дисбактериоз, то есть убьете всю микрофлору и тут опять появляются проблемы. Поэтому все нужно делать с умом. Если вопросы хочу. Я задам вопрос, на который если ответит какой-то из слушателей наших сегодня, то я его возьму на двухнедельный курс оздоровления у себя в клинике в Польше, который стоит 6000 евро, можно сказать. Ой, не 6000, 3000 евро двухнедельный курс у меня стоит, поэтому я возьму бесплатно человека, который ответит на вопрос, что из продуктов питания в течение 10 минут кто-то ответит, что из продуктов питания больше всего соответствует тому же активированному углу. Соответствует. Понятно, нет? Вопрос. Ну, четко был задан, так что давайте. Что соответствует активированному углю, что может его заменить фактически в обычный продукт питания. Ну и пойдем дальше. Через 10 минут посмотрим, если кто-то ответил, какие-то то собирайтесь в Польшу на две недели. Вопрос у меня такой, я думаю, что это будет очень интересно. всему славянскому миру, где в год от алкоголя вымирает полтора миллиона человек, в каких пропорциях надо принимать по-вашему алкоголь, какой алкоголь, как, когда и так далее, чтобы не болеть, быть здоровым и исцеляться от многих болезней? Я вам скажу на своем примере, например. Я уже 20 лет употребляю алкоголь только в одном виде. Я делаю бальзамы лечебные. То есть беру спирт и беру лечебные травы, но что советую вам брать их, желательно свежими собирать и просто растворять спирт, чтобы они находились. И держать их долго, сколько возможно, годами. И потихонечку пить этот лечебный бальзам. Я пью в основном по средам. У меня тут просто выходная среда, поэтому вечером в среду я выпиваю грамм 150 где-то. Или считаю 20-30 грамм в день, но тоже не повредит. это я считаю лечебные дозы. Или 150 грамм в неделю, или в один день, или по 20-30 грамм в день можно спокойно пить. Лечебный бальзам. Поэтому что касается алкоголя, вы даже не представляете, что у каждого человека алкогольная фабрика внутри, спиртзавод. Но я-то об этом представляю, что вырабатывается алкоголь, и он находится, без него жизнь была невозможна. Это я знаю. Нет, тоже не всегда, потому что если у человека дисбактериоз, нет никаких бактерий, то у него ничего не вырабатывается. Как раз таки нет ни витамин, ни алкоголя. Поэтому алкоголь, что вы знали, есть основным тоже компонентом выработки энергии в организме, о чем умалчивают многие люди из-за того, что боятся, что алкоголиками все станут, если я послушаю мою передачу. Так вот, алкоголь, кстати, внутри, который вырабатывается, это бактериями, он может спокойно реализовать программу по уменьшению сахара в организме. Как это происходит? Если нормально работают бактерии, то они съедают сахар, в виде алкоголя он поступает в клетки, без инсулина. сахар поступает без инсулина, в виде уже переработанного на алкоголь бактерии. Поэтому и витамины, и алкоголь они при вработке не работают на благо человека. Вопрос другой тогда, зачем выпивать, если у нас своя фабрика есть? Для дезинфекции надо хорошо. И второе, дополнить то, чего не хватает вместе с тем можно сказать химическим элементами, которые находятся в тех травах, которые растворились в спирту. Немножко логика не понял. Если у нас своя фабрика и от Бога все дано, мы что такие ущербные, Бог нас таким ущербным создал, что он не предусмотрел то, что у нас в достаточном количестве вырабатывало. Зачем нам еще употреблять? Ну, съешь побольше этого продукта какого-то и будет тебе фабрика прекрасно работать. Поставляй сырье, арабаты, сколько тебе необходимо. Зачем в себя что-то принимать? Ну, опять же, повторяю, для того, чтобы иногда и продезинфицировать организм. Потому что то количество, процентность содержания алкоголя, оно недостаточно для дезинфекции и для убийства вредоносных бактерий, которые тоже поступают периодически. Понимаете? Поэтому алкоголь, крепкий алкоголь, я не имею в виду вино или пиво, а именно крепкий алкоголь, спирт или водка это очень иногда полезная вещь. Женщина, тоже это полезный вопрос? Даже детям, я бы считал. Раньше все, мы сейчас зацикливаемся на алкоголизме, на вреде алкоголя. Забудьте об этом. Все лекарства раньше были фактически, все настойки на алкоголь и выписывали их, не зависит от возраста, а в зависимости от назначения, от болезни. Так, ну ясно. В общем, я предвижу, что как-то у нас заходит тема в том, что мы сейчас будем детям давать алкоголь пить, а то, что в случае смерти ребенка после выпивания нескольких грамм алкоголя, это вам неизвестно? Ну я не думаю, что это были граммы. Нет, это именно были граммы. Ну если граммы, выпивал ребенок до 10 лет и умирал. Ну, наверное, скорее всего, алкоголь был не то. Я же говорю про бальзамы. Вы же не путайте то, что я говорю, лечебные бальзамы. Вы говорите настолько на спирту. Спирт это спирт. Формула спирта одинаковая. Формула спирта одинаковая. Проценты, состав одинаковый. Если мы берем 90-процентный спирт, то в этом случае, как он был, 90-процент так и остался. Ну да, травки немножко заместили, но пускай он будет 80-процентный. Но дети умирают от того, что выпили водки грамм 10 или 20. И таких случаев огромное количество. Вы говорите, что полезно. Я не верю, что человек выпил. Есть концентрация допустимая для ребенка и для взрослого. Это превышение определенного количества и это 20-ю граммами здесь ну Какая доза для ребенка? Какая доза для ребенка? Мне интересно, какая доза для ребенка? Есть люди с ослабленным иммунитетом, есть люди с ослабленным физическим состоянием, поэтому здесь нельзя мерить ни на вес, ни на граммы. Здесь нужно посмотреть по состоянию. Наверное, лечебные дозы, они небольшие, даже капли, то же самое валерьянка, она же на спирту. Лечебная дает. Поэтому вы просто задумаетесь на тему того, что не нужно хлестать алкоголь, а нужно просто сделать когда-то бальзам лечебный и потихоньку иногда его употреблять в лечебных дозах и в лечебных целях. Александр Валентинович, вопрос такой, а вы не знаете, когда у нас вообще появился алкоголь в чистом виде? Когда его стали в аптеках продавать впервые в России? В аптеках алкоголь? Да. Когда алкоголь вообще в России в чистом виде появился? Ну вот в том виде, чтобы его можно было назвать спиртом или его называли раньше столовой водой или водкой? Ну я эту статистику не знаю. Но я скажу, это появилось, когда венецианские купцы сюда стали приезжать, они привезли алкоголь впервые, алкоголь появился поюжнее немножечко, но в России никогда алкоголь не применялся для того, чтобы делать вытяжки из трав. Всегда отвары применялись. И сколько жили наши прачеры и нормально жили без алкоголя? Нет, позвольте историю. Ладно, не будем спорить, у каждого свое мнение, я же никому не навязываю, я вру свое мнение. Вы в данном случае как доктор выступаете, и это уже большая ответственность. Просто, когда я посмотрел статистику, сколько умерло в прошлом году детей из-за того, что они только бутылку пива выпили, не водки даже, а бутылку пива, причем хорошего качества пива, а там процентов до 4-4,5 максимум. Вот посчитайте, пол-литра, сколько там они граммов чистого алкоголя выпили? Таких детей умерло в нашей стране больше 100 человек в том году. В том году больше 100 человек умерло детей, которые выпили просто бутылку пива до 13 лет. Я думаю, что у этих детей было очень большое количество еще. Хорошо, вы будете прописывать каждому человеку дозу, которую он должен принять алкоголе, или они, послушав передачу, саму будут решать, сколько им выпивать? Я же вру, что лечить человека может только он сам, и он должен сам определить, что ему нужно. Но вы же не даете точных доз. Вы же не даете точных доз. Папа возьмет или мама, например, спиртовую настойку сделает, и своему ребенку там рюмашку выпьет, даст выпить. А что дальше будет? А дальше скажут, а вот выступал Горецкий Александр Валентинович, он нам сказал-то пить, а теперь мой ребенок в реанимации или в морге лежит. Что дальше делать будем? Я говорю о лечебных дозах и еще то же самое алкогольное. Я же задал вопрос, конкретно сколько? Вы говорите, нельзя мерить. Нельзя. Никому нельзя говорить дозы. Это нужно индивидуально подходить. Вы понимаете? Да, но прозвучало, что лечиться можно. У нас же лечится вся страна. Говорю, полтора миллиона у нас человек в год вымирает от алкоголя. Все лечатся. Но я же не сказал алкоголя. Я сказал алкогольное. У нас чистый спирт не пьют. У нас пьют хорошие настойки, зубровку, еще что-то. А там 20-40 градусов. Вы говорите про чистую настойку на спирту чистом. Я немножко не понимаю логики. С одной стороны, мы говорим о том, что надо быть здоровым. С другой стороны, мы говорим, что каждый должен мерить по себе. Но звучит общая фраза, что сделайте настойку на целебных травах и после этого употребляйте несколько грамм в день. И это можно не только папе с мамой, это можно еще ребенку. И если так будут лечиться, то, в общем-то, давайте дальше будем вымирать. Может, какие-то другие спорты у нас есть? Пускай алкоголь вырабатывается в организме. Я думаю, что, как вы говорите, Бог предусмотрел такие вещи-то. И дезинфекцию он предусмотрел, и как быть здоровым человеком. Может, мы расскажем, как быть здоровым человеком, как нам не страдать, а не будем людям подбрасывать те идеи, которые могут их убить? Каждый человек воспринимает информацию, насколько воспринимает. Поэтому я сказал свое мнение, что это не вредит, если несколько употреблять. Возможно, и для детей. Как это было и раньше, я вам объясняю еще раз, ту же самую валерьянку давали всем, и детям, и взрослым, если у них были показания, например, на сердце. Раствор валерьяновой и алкоголя появился не так давно. Он появился в СССР. До этого его не делали на алкоголе. Посмотрите статистику, на чем делали. В царской России в конце уже на алкоголе стали что-то делать. До этого были вытяжки, даже не вытяжки, а отвары и настои. Аптек было огромное количество, которые алкоголь не применяли. В Советском Союзе это проблематично. Чтобы вы знали, российской медицины фактически не существовало. Была только западная в России, в царской России. Поэтому тут надо тоже смотреть, а при европейской медицине существовали очень большое количество настоек. Но я говорю, это каждый ищет свою информацию. Я черпаю со своих источников, мы со своих. Давайте не будем на этом останавливаться. Идем дальше. Хорошо, идем дальше. Так, Виталий задает вопрос. Я слыхал, что экстрасенсы не лечат людей, у которых есть онкология, так как это передается энергетически. Правда ли это? Я являюсь еще биоэнерготерапевтом и маистером биоэнерготерапии и скажу, что в этом есть большой смысл. Любая болезнь передается энергетически. Но для того, чтобы ее передать, нужно много факторов. Поэтому не все так просто и не все так легко в этой ситуации. Поэтому если кто-то оберегается, можно и оберегаться, но не надо на этом зацикливаться, потому что один из компонентов передачи, факторов передачи это страх. То есть если человек боится, что он получит, то он получит. Хорошо, следующий вопрос, Леший. Какие фитопрепараты входят в состав чудодейственных бальзамов, используемых вами в вашей клинике? Чем обусловлен указываемый вами чудодейственный эффект? Ну, я не могу ответить на этот вопрос, потому что это является моей коммерческой тайной. Даже люди, которые приезжают ко мне на лечение, я не все им рассказываю. Если что-то даже и рассказываю, то они подписывают расписку неразглашения и со штрафными санкциями миллион евро. Поэтому то, что мы делаем у себя, это я не хотел бы рассказывать в эфире, потому что это мои разработки 20-летней работы и они дают те эффекты, которые не дает никто в мире, особенно по нейрологическим заболеваниям. Никто в мире не лечит то, что лечит по нейрологии. Поэтому я не могу рассказать этой информации. Хорошо, Степан, как решать вопрос нарушения обмена веществ, как решать вопрос с дерматологическими заболеваниями? Ну, здесь я тоже не могу дать ответа, так как есть десятки заболеваний и я не не имею возможности дать универсального метода, который вылечил бы и дерматологические заболевания, обмена веществ. У меня есть только один метод, который я использую, который помогает практически на 80% неизлечимых болезней. Это комплексное лечение. То есть не лечить обмен веществ, вот это мой совет, а лечить весь организм, устранить все проблемы, которые могут это провоцировать и сделать очистку организма, восстановить все функции, дать ему, чего не хватает. Это вот принцип, к которому мы подходим. отдать конкретно нарушение не в виде человека, лечить какой-то отдельный орган. Честно говоря, у меня есть много методов, которые могут вылечить отдельный орган. Я их только, можно сказать, иногда дополняю, когда вижу, что этот орган очень ослаблен, то есть делаю чуть-чуть больше упор на то, чтобы что-то еще повоздействовать дополнительно. А так универсальная методика, которая действует на весь организм, она может дать, вот как моя, или кто-то может создать свою, или подумать и делать. Много подсказок у меня на сайте, можете посмотреть методы очистки, которые во многом отличаются от других, некоторые повторяются, некоторые просто уникальны, поэтому у меня информация вообще открыта для всех, кто хочет у меня, ну, кроме коммерческих каких-то моментов, которые, разработки, которые нужно патентовать фактически. А так, даже книжка у меня в открытом виде, которую я написал, она тоже есть, я не беру денег за нее, ничего, каждый может читать, может, какая-то важная информация может. Хорошо. Дальше. Виталий вопрос дает. Разумное занятие спортом лечит рак? Я считаю, что разумное занятие спортом лечит любую болезнь, включая рак. Оно улучшает кровообращение, оно улучшает фактически много обменных процессов в организме, поэтому физические упражнения это неотъемливая часть любого лечения. Дальше. Виталий, какими таблетками в какой дозировке травить глистов раз в полгода? Я не буду вам называть таблетки, потому что я владею информацией живой в Европе, у вас свои, элементарно можете подойти в любой аптеку, вам подскажут, и лучше всего использовать несколько видов, потому что есть разные виды глистов, и на них разные виды нужного воздействия, поэтому желательно. Ну и тоже я бы советовал, например, пижму, она тоже очень хорошо из трав и комплексной таблетками, например, травами воздействовать, потому что есть разные воздействия, чеснок, тоже хорошо, но опять же не забывайте о том, что после любого отравнения, как тех же глистов и как тех же вирусов, бактерий и грибов, надо все равно пополнять микрофлору, чтобы принимать пробиотики или продукты питания, которые пополняют вашу микрофлору и чтобы у вас были бактерии здоровые. Дальше, Леший вопрос в эфир. У знакомого обнаружили обширную инфекцию гриба-кандида в организме и желудке, и в крови. Очень любит много сладкого. Можно ему сахар и сладкие печенности? Ну, если он это требует его организм. А чтобы избавиться от кандиды, нужно бороться с кандидой. Сладкое ему нужно просто употреблять, потому что от него зависит. Его организм требует, но требует, и значит, это требует. А как с кандидой на случай быть? Понятно, сахар пускай употребляют. Как с кандидой быть? Как от нее избавиться в этом случае? Какие средства есть? Есть тот же уголь, есть та же сода и жировая. С кем надо подходить. Не надо ничего ограничивать. Так, дальше здесь идет переписка. Дальше. Михаил, вопрос эфир. В эфире Александром было озвучено, что стали меньше использовать соду в Европе. Хочется знать, почему стали меньше использовать соду и ее причины. Ну, тут каждый домышляет, как есть. Я в том смысле, что немножко переходит сейчас соды на лимонную кислоту, на витамины С, вот это вот все. Поэтому соды уже наелись, а сейчас экспериментируют немножко другое. И не в том смысле, что просто из-за чего-то меньше стали использовать. Просто начинают другие эксперименты над собой делать. хорошо. Леший, вопрос в эфир доктору. Лимон содержит в себе лимонную кислоту. Употребляя много лимонов, могу ли я закислить организм? Конечно. Дальше он пишет. Лимонная кислота, названная кислотой, но она является щелочью. Например, Болотов говорит о закислении организма лимонной кислотой и кислотами, содержащимися в гриффрукте. Но по кислотно-щелочной среде они проявляют щелочные признаки. И люди из-за некоторых путаниц говорят о том, что они занимаются закислением по Болотову. Вот как прокомментируете такое болтовское заявление? Я считаю, что лимонная кислота это кислота. Щелочь есть щелочь. Сода, например, это щелочь. Это кислота. Если даете лимонную кислоту, получает газированная вода, ведет реакция. Даете кислую и какой-то среду и тот же самый лимон, то реакции не происходят. Поэтому не надо считать, что это кислота это кислота. Лимон это кислота. Дальше. Водка с маслом дает сильную нагрузку на печень и может вызвать патологические процессы в печени. Известны случаи циррозов. Как это прокомментируете? Думаю, что это немножко ошибка. Масло с водкой наоборот восстанавливают функции печени. Там это не масса эмульсии. Очень уникальные эмульсии, которые восстанавливают функции печени. Но для того, чтобы не было цирроза, я считаю, что нужно просто делать очистку печени. Вот очистку печени то, что рекомендовал абсолютно почему. Потому что главная лаборатория, она выполняет некоторые 200 функций, некоторые 500 функций в организме. Это даже невозможно представить, что делает печень. небольшой орган, но он настолько зашлаковывается на сегодняшний день. Основным фактором зашлаковки печени являются консерванты и вода с содержанием и тут если люди употребляют эти продукты и воду хлорированным, нужно очень часто делать это. Буквально каждые три месяца можно даже делать. На моем веку есть несколько людей, которые как раз ушли из жизни по причине того, что они пытались похожим способом лечить себе печень. Но при вскрытии оказались у них цирроз очень серьезный. Ладно, это уже моя была реплика. Я думаю, что этот цирроз определяется только на последней стадии. И если они лечили что-то и употребляли масло с лодкой, я думаю, что он просто был этот цирроз. Это не то, что он становится маслом. Много болезней определяют только после этих. Это можно делать такие вещи на методы. Я уважаю этот метод. профессор Шучеркарь. Думаю, что он очень хороший, но, конечно, действует не на всех, и очень хорошо действует на тех, кто делает просто как эксперимент, как пробу, лучше не пробовать, потому что никогда этого не примечать. и тех, кто не вылечит. Здесь еще много факторов, которые я бы сказал, вопрос веры, вопрос высших сил, поэтому не надо решить и на данной методике, вылечить человека может только сам, при его большом желании и тогда нет. Вопросы закончились, давайте тогда мы подведем итог сегодняшней передачи. У вас есть возможность нашим радиослушателям о себя что-то сказать доброе, хорошее, какое-то пожелание? Мы не слышали, там ничего не написано по поводу. Имеете ввиду вопроса, да? Имеете ввиду вопроса? вопрос. Какой? Давайте посмотрим. Жженый сахар, любой продукт с клетчаткой, фрукты, овощи, яблоки, свекла, например, марганцовка, дрожжевой хлеб, деготь, картофель еще есть. Кто про хлеб говорил? Про хлеб здесь говорили, возможно, дрожжевой хлеб. Так вот, именно хлеб, если посмотреть, это и является, особенно коркой, и является активированным углом. Европа на сегодняшний день имеет проблемы, они перестали есть хлеб. Особенно перестали вообще черным, иногда употребляют белый, именно черный, дрожжевой хлеб, действительно, фактически натуральным, заменителем активированного угла. И способен также очищать его, дезинфицировать как активированный вот вам интересный вопрос, который написал человек под ником Skif13. Что будем делать с ним? Skif13 приглашаю, может, приезжать, или кого-нибудь прислать от своего имени. Значит, Skif через форму за европейской координатой детей не найдешь и сажешься. Давайте сделаем так, он здесь мне напишет в личном, как свои координаты, я вам перешлю их. Хорошо. И вы тогда уже свяжетесь между собой. Так что, это неплохо. И мы будем делать такие программы, можем разыгрывать иногда такие поездки. Сказать, люди бесплатно приезжают и учатся, если захотят. Хорошо. Ну что, в заключение себя что-то скажите нашим радиослушателям? Ну, есть одно большое пожелание. Будьте здоровы, Валерьевич. Будьте здоровы. Ну что ж, напоминаю, что самое главное, наверное, что нужно сказать, что сегодня у нас 30-й день месяца Новых Дорог 85024 лета, пятница по одному из древних календарей, а по-современному 1 декабря 2015 года вторник убивает не рак, а диагноз лечения от рака. Такова тема сегодняшнего эфира. Главный соведущий Александр Валентинович Горецкий. От себя я скажу, что мнение соведущего не всегда совпадает с мнением редакции, поэтому если вы всегда повреждает истина. Поэтому сколько людей, столько мнений, и дай Бог, чтобы они были разные. Хорошо, поэтому если вы будете использовать методы, которые Александр Валентинович вам сказал, это не означает, что это рекомендовали именно наше радио. Применять, не применять. С умом и даже и мои, я не говорю, что люди их должны применять. Смотрите, нравится, применяйте, не нравится, не применяйте. Человек должен сам расшатить то, что ему подходит по душе. Душа должна решить. Так что я прощаюсь сегодня с вами. Скиф 13, пожалуйста, в личку мне напиши свои координаты, как с тобой связаться. Я Александру Валентиновичу их передам. Насим я с вами прощаюсь. Всем добра!